Здравствуйте дядя Игнатий. Добрый день, вас это не видно? Сейчас, сейчас, сейчас дядя Игнатий, сейчас я подкручусь, сейчас. Вот видно, да, сейчас меня? Да, сейчас видно. Не светит нормально, все хорошо? Да ладно, хоть не очень так, вас сильно. Ладно. Да, дядя Игнатий, я знаю, что запись будет как бы на это, я не против, дядя Игнатий, заранее говорю, я не против. Да, в тот день, когда я с вами поговорил насчет этой темы, это я поздорил с армянином, ой, да ну его слушай, я не против дяди Игнатий, он такие вопросы, такие вещи мне, да откуда дядя Игнатий будет знать? Да я говорю, слушай, человек, говорю, автор множества книг, человек, говорю, православный, человек, говорю, начитанный. Что ты, говорю, рассказываешь? Да откуда вы вообще все, вот вы, греки, русские, будете знать лучше нас, мол, мы первая нация, которая приняла христианство, будете, вы, дети наши, нас будете отцов учить нашей религии. Посмотрите, какие слова у него, это вообще ужас. Я говорю, ну если так было, вот сам бы позвонил, вот с человеком пообщался бы на эту тему. Что ж ты меня-то делаешь, как посредником этого? Ой, короче, да ну его. В общем, у меня какой вопрос к вам, дядя Игнатий? Вот в Библии есть такое вот слово, где Господь Бог обращается, значит, Моисею, есть такие слова, где он говорит, что якобы я обращался к Авраму под именем Господь, а вот под именем Бог, как бы, да, к нему как бы не обращался. Я вот не пойму, это имеет какое-то различие, это равносильно тому, что зарплата и получка, как бы слова разные, но смысл-то один, что такое Господь, что Бог, не одно ли то же это, дядя Игнатий? Господь это название, потому что от Греции мы получили-то, и они там Адонай перевели, Господь, слово Иоанн. Да, 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 правильно, у нас Кириус говорит, да, да, да. А Бог это Сидержитель, а это Господь говорит, как его отделить от других богов, потому что были разные виллы другие. Ага. Народ не путался, он сказал свое имя, Господь, Господь, то есть, звучало Яхвы, Ягова. Так вот, дядя Игнатий, к нам недавно пришли, значит, вот это свидетели Йоговы, и я им тоже этот вопрос задал, так они как у меня ответ дают, говорят, что якобы Авраму обращался Бог как бы под титулом Господь, а вот под именем Йогова как бы не обращался, он обратился к Моисею. Я перелистал Библию при них, где, я говорю, ну как же, говорю, Аврам же назвал гору Йогова-Яры, откуда тогда он это имя-то знал? И они тоже начинают как бы переворачивать вот это слова, вот как бы непонятным как бы это самое понятие. Значит, еще, дядя Игнатий, а вот это самое, как его, вот когда снятся сны, допустим, приход как бы, вот когда снится сон, ты видишь родственников как бы, как бы предупреждение чего-то, или как, верит ли этому, или это может быть происки сатаны, вот это все, вот это явление во снах? Хорошо, первый вопрос сначала. А, да, да, хорошо. Книга Бытие, 22 глава, 14 стих. И нарек Аврам имя месту тому, и Йогова, и Ре. По словам, и ныне говорится, на горе Йогова усмотрится. Как же Бог не открылся ему? Откуда бы Аврам Йогова-то произнес? Это в русском переводе, в синодальном. Так что, ваши, которые собеседники были, они то ли это не прочитали, я не знаю, как они могли так не знать. Да, но я им это объяснил, они начали переворачивать все, они начали вот... Да, 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 один раз сказал, отойди, спорить не надо. Да, да, да. Теперь эти вопросы, которые задаете, вы всегда смотрите, что об этом говорит Святая Библия. Много у православных по предрассудкам. Вот смотрят совершенно не в ту сторону. Человек живет, правильно живет, подвижник настоящий. Но когда кончают, люди вообще Бога не знают, а только к нему идут, к нему молятся. Он из себя Бога сделал. Самый большой грех. Это не гордыня, ничего считается. Самая гордыня именно здесь. Вот он хорошо жил, так хорошо. Для людей посещал больницы, ходил босиком, спал, сидя в пресле, то есть он многое претерпел. Умер, и теперь только к нему молятся. Слово Божие даже не поминается. Имя Христово не поминается. То есть это новоисочайший грех. Люди сделали. Сделали нового Бога из Него. Кто он там, как его звать? Митрофан, Иван, разницы нет. Почему апостол Павел этого не делал? Матронушка, приходите ко мне на могилу, вы со мной разговариваете. Вообще, язычники, фетиш. Земельки берите с моей могилы, там, разводят, пьют. Если уверовал человек, он для Бога посвящен. Бог говорит, не дам иному славу, кроме меня. Пророк Исаия об этом говорит. Поэтому имя Божие ничем не заменимо. Дядя Игнатий, вот под именем Якова, это имя или означающее что-то? Допустим, есть Адонай. А, Сущий, да? Потому, если звать человека как-то, вот Серафим, это означает пламенный. Если Илья, Илья, это означает Бог, моя крепость. А если Михаил звать, Михаил, это никто как Бог. То есть равным ему нету, имеет значение, перевод. Вот, у женщины не было детей. И она просила Бога, и Бог ей дал. И она назвала его выпрошенный у Бога. А по-еврейски звучит сам уил. Вы прошли у Бога. А вот мы говорим Моисей. А по-египетски означает вытащенный из воды. А, это да, я знаю. Да, да, да. Вот, понимаешь, вот Господь сказал, назови сына Магер Шелал Хашбас. Магер Шелал Хашбас ускоряет, разводит четыре слова. А что, в имени его означало пророчество, грядут страшные события. Земля сгорит. Вот так. Значит, дядя Игнатий, вот второй вопрос, что у меня насчет снов. Как вы, ну, скажете насчет этого, вот, что во снах, когда ты видишь, там, родственников, там, и так далее, как бы. Это вообще происки сатаны, да, вот это все? А зачем нам это знать, происки? Вот, единственный случай, если ты увидишь крест, крест распятия. Если ты увидел во сне, этот сон на сто процентов от Бога. Но растолковывать его не надо. Видел и видел, и все. А остальное бывает от заботы, от дьявола. И ой, а мне надо тоже думать. Ну, видел и видел, я каждый день вижу сны. Еще из этого теперь. А то я вот здесь у нашего батюшки спросил, он мне говорит, каждому сну не предавайся, да. О, правильно. Правильно, да? Правильно, правильно батюшка ответил. Снам нельзя верить. Нельзя. Снам, кто верит, он далеко уйдет от Бога. Сделай так, чтобы сны сбывались, а потом начнет ссевать зло. И скажет вера православная, не истина, иди веритики. Дядя Игнатий, я вот недавно общался с одним человеком иудейской национальности, евреем был, он с Америки, в одной соцсети. Мы с ним начали общаться, я ему просто задал вопрос, говорю, вы... А он прям написал описание, буду обсуждать любую тему религиозную. И там ребята, там мусульманское с ним обсуждали. Потом я ему написал, как вы относитесь к православной христианской вере. Он мне говорит, что это, говорит, как бы, ну вы сами знаете, что это сказки, начал говорить, в общем, такое. Он говорит, я говорю, ну как же, говорю, столько лет, говорю, и столько, говорю, свидетелей есть, говорю, в пользу Иисуса Христа. И он мне сказал, говорит, вы, говорит, откуда вы, я говорю, из Греции. Он говорит, вы, говорит, откуда будете лучше нас, будете знать нашу историю, говорит. Ну, он имеет в виду, что Тора, это их история. Мол, будете лучше нас знать. Знаете, когда он вот эти слова сказал, я как бы призадумался, действительно, а это же их история. Но с другой стороны, я говорю, ну как же, я же говорю, об этом же, говорю, свидетельствовали и пророки Исаия, там многие. Он говорит, вы неправильно эти свидетельства понимаете. Вот с такими людьми, дядя Игнатий, вот именно вот, не именно с такими людьми, а вот людьми вот с такой темой, как вот с ними общаться или лучше, уже когда услышать такие слова, лучше уже и это сам, не входить ни в дискуссию, ни в спор, да? Как вы думаете? Не надо входить в дискуссию. Вы должны возвестить истину человеку. Раз он на вас вышел, вы узнаете, чего у него не достает. И открой место Писания, скажи, Святая Библия, Духе Святом написанное, свидетельствует вот так. Мы не имеем обыча спорить, Павел говорит. В церкви нет этого обычая. Дмитрий, спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. А он просто отворащивается. Почему отворащивается-то? Это близкий этот человек, по Адаму сотворенный, глаза и уши у него есть, а может быть он через вас обратится. А значит, он мне что сказал, говорит. Вы знаете, говорит, в курсе, что Библия, Новый Завет, говорит, в оригинале писался на древнегреческом. Я говорю, да, знаю. А ты, говорит, не задаешь себе вопрос, может быть, вообще даже и неевремя она писалась. Посмотрите, какие вещи, говорит. Вы, говорит, эллины, говорит, всегда придумывали себе, у вас везде были боги в воплощении человеческом, говорит. У вас Геракл был богом. Вы, говорит, Иисуса Христа сделали богом и этим, говорит, поделились миром. С ума сойти. В общем, вот такие вещи. Я сразу прекратил с ним общаться, больше это самое. Это вообще. В общем, я просто... Да, 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 да. В Евангелии это писали, скажи, не греки, а один Лука только грек был, а Матфей – еврей, Марк – еврей, Иоанн – еврей. Только, скажи, до нас дошло на греческом языке. Единственное, первое Матфея написано на арамейском языке. А апостол Павел писал на каком языке? Ну, мы можем предположить, что он, знающий греческий язык, писал для грецы на греческом, для евреев на еврейском. И поэтому говорить, что вот эти сказочники греки, если что-то там испортили, написали. Ну, а как же Синайский манускрипт? Он сохранился с 4 века. Есть отрывки Евангелия с 136 года даже. А кроме того, первые святые отцы, которые толковали Писание, в их письмах сохранился текст Евангелия, на который они отвечали, как и Устин Философ, Игнатий Богоносец. Они ссылаются, и мы даже просто поверить по-другому никак нельзя. Это были мученики Христовы. Вот такие вот вещи мне сказал, меня аж поразило. Еще, дядя Игнатий, скажите, пожалуйста, как можно, не, значит, вопрос такой, можно ли к вам как-то, ну, не приехать, как бы заселиться жить, а вот как бы быть у вас как бы учеником, послушником и выполнять любую работу, но главное поучиться у вас в православной вере. Можно у вас такие вот, как бы мысли были, как бы принять себе учеников, как бы вот, чтобы учиться? Как принять? По переписке или лично, чтобы приехать? Нет, вот, допустим, лично, чтобы приехать, ну, быть послушником, вот как у нас на горе Афонде, ну, вот примерно как у вас, вот быть послушником, выполнять любую работу. У нас этого нету, я, как говорится, не гуру, не гуру, у нас нет. Вот, Евангелие даем, человек считает, идут занятия, вы в занятия заходили к нам в среду-пятницу, ведется Сергей Петрович. Почему я такой вопрос вам задал? Просто я постоянно посещаю ваш этот YouTube-канал, и мне очень интересно и очень приятно сидеть и вот наблюдать ребят, вот, которые с вами общаются. Я впервые в жизни, вот увидел впервые в жизни, вот только вас заметил, что вот тот человек в действительности занимается благим делом, как бы возвещает Евангелие. И вот приятно, вот видно, что ребята к вам обращаются, и к тому же еще и молодые, и вот очень много вопросов, поэтому мне вот, как бы, вот, задал себе вопрос, говорю, спрошу-ка как-то я, может, все-таки, возможно, такая вот вещь, как бы, вот, учиться, как бы, у вас, вот, новое, как бы, не новое, а вот, ну, тщательно в действительности грамматики православия, допустим, да? И вот еще, дядя Игнатий, а как приобрести ваши книги? Вот вы сказали, что как-то вы мне говорили, что вы к нам в Афину сюда приезжали, здесь оставляли книги. У вас есть как-то вот контакт, где вы оставляли, как бы, позвонить туда или как-то? Или через вас, через Россию как-то получить эти книги? Ну, как, как? Вы, если желаете получить, с какие книги именно даже? Я вам сейчас скину, и вы посмотрите, какие книги. Ну, вот, вы показывали книги, да, вот, показывали вы книги, как бы, писание на основе, как бы, вы объясняете, вот, допустим, вот, есть писание, читаешь некоторые слова, могут и непонятны вы быть, а вот вы всегда, вот, я как-то заметил у вас, вот, читал, и вы объясняете, даете ответ вот этому всему, как бы, вот, любой темы, как бы, даете ответ. Вот, хотелось бы, как бы, приобрести у вас книги эти. Я вам сейчас, как поговорим, под скайпом, я вам скину о книгах, все. Вы, если обладаете средствами, вы переведете деньги, квиток, квиток сфотографируйте, что переведено мне, а мы вам пошлем. Можете посылать через Western Union долларами в США. У вас же есть такие? У нас Western Union есть, но у нас есть еще MoneyGram, в России тоже это есть. У вас евро, я не знаю, она евро-то работает, нет, Western Union? Да, 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 работает, да, работает. Если работает, просто, если у вас говоришь, в город, куда отправляешь, и все, и в любой точке города вы можете получить, в любом банке. В любом банке. Полная стоимость, вам какие книги вы выберете, или все, или часть, и пересылка, пересылка, коробки, это все, мы отдельно от стоимости книг. Мы сразу говорим, вот, подсылали в Америку, в Австралию, там. Да, я вот видел, видел в Ютубе, поэтому меня заинтересовало. И потом, когда получите, если получите, сделайте две фотографии с книгами, чтобы вас видно было. А, конечно, разумеется, я даже у себя, вы у меня в друзьях, я у себя в этом прям, как в Майлеру сфотографирую. А в моем мире вы видите там люди, которые только фотографии, и они стоят с книгами. Прям с этим, дядя Игнатий, как его, прям с посылкой сфотографировали, или не имеет разницы, да? Или лучше с посылкой сразу прям сфотографировать, что вот как получилось. Ну, ты посмотришь, как люди, на мой мир зайдешь, и ты увидишь, как там стоят они. А, дядя Игнатий, еще у меня какая вот вопрос. Хотел бы я приобрести у вас книгу по поводу пастись, как пастись. Вот я раньше как, я верующий, но раньше как-то не подавался вот, чтобы постись там, по каким дням, что кушать, что не кушать, вот это все. Это понятно, к истинному православию. Да, у нас здесь, ну как, у нас здесь гречи, я сам русскую школу закончил, поэтому мне ближе как бы русский язык, как бы, и это самое. Там есть материал о посте, все, каждый день расписан. Да. Что именно есть, как вести себя духовно. Главное, это не пищевоздержание, главное, это душа. А это пост для смирения плоти. А, вы правильно сказали. Вот недавно женщина была, я ей сказал, говорю, вот нельзя кушать жин. Она мне говорит, нельзя делать зло человеку. А так, говорит, Бог прощает. Просто не делай зло, говорит. А так, ну если можешь, держать, говорит, держи. Я вам сказал, я скину, и вы увидите, какие вам нужны книги. Там все описано, все. И Новый Завет, полное толкование с откровением. По всем святым отцам. У нас большая работа была сделана. Вот даже одна книга, вот, от Крестного православия, 40 лет собирал материал. 12 томов златоуса. А мне нужно, что он о посте сказал? Я должен был считать и выписывать эти места. Что он сказал о семье? Я отдельно выписываю всех томов. У Василия Велиха я должен считать. У Ефрем Сирин 6 томов. Я должен прочитать 6 томов, а выписать все на одной страничке. Сейчас, дядя Игнатий, секунду. Сейчас я вам покажу. Вот у меня с Россией ребята послали книги. Хорошо, что вспомнил. Хотел бы посоветоваться, стоит ли их читать. Так, поднимите. О, конечно. А кто там издал ее? Сейчас я вам скажу, дядя Игнатий. Сейчас, секундочку, подождите. Значит, реакционный совет, председатель СНЧА и Сидорова, доктор церковной истории, профессор Московской Духовной Академии. Все, все, все. Главное, чтобы не были испорчены. Если патриархия издания, патриархия Московская, то это уже книги хорошие. Дядя Игнатий, здесь написано, книга издана при содействии фонда святого Всеховального апостола Андрея Первого Званого. Во! Сколько страниц в книге, посмотри. А, страниц, сейчас, дядя Игнатий, подождите секунду, сейчас. Сейчас. Я пока их не читал, потому что я еще Библию не закончил, дядя Игнатий. Ой, а как здесь понять, где здесь страницы? Последняя, последняя. А, последняя, сейчас, сейчас, дядя Игнатий, сейчас. Значит. У меня две книги, дядя Игнатий. Ну, посмотри. Старец Силон. А, все, сейчас. Значит, дядя Игнатий, 1034 страницы. Это только на одной книге у меня, это идет, значит, март и август. Ну, это, в этой книге, видимо, два тома. Да, вот еще и второй том у меня. Еще и второй. Это не второй том, а вторая книга. В них... А, да, 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 вторая книга. Поднимите... Нет, это второй том пишется, смотрите. Да. Вот, второй том. Том, том второй. Они издали. Поднимите ростовскому, он может быть... Второй том, это третий и четвертый. Там по 650 страниц примерно. Это и крупно. Так что... Сейчас, дядя Игнатий, секунду. А, сейчас, секунду. Так, а что, Димитрий, ты богатый? Вон какой. Дядя Игнатий, и здесь еще к нам церковь, церкви к нам. Я молился Богу, чтобы он мне дал русские книги. И вот внезапно я пошел в церковь. У меня мама работает, убирает церкви. И заметил вот эти книги. И поэтому я матери... Подними поближе. Память русской души. Это я не знаю, не видел. А кто... О чем она? Здесь, значит, написано память русской души, алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисы. Значит, написано «Святая гора Афон 2014 года». Это на основе... Не знаю, не знаю, все, все. Я не могу сказать, я ее не видел. Я рецепт даю на книги, которые считал и конспектировал. Я очень серьезно работаю с книгами. Считаю, это бывает на несколько раз. Ага. Положи их по сторонку. Еще мне одну книгу, ребята, послали. Сейчас я вам покажу, дядя Игнатий. Вот из Москвы мне парень, товарищ мой, отправил мне, вот. И я просто почему показываю, просто хочу узнать. Сначала молитвы, беседа о внутренней жизни. Ну, а кто издал ее? Сейчас. Не испорчено? Название-то хорошее. Да-да, сейчас, дядя Игнатий, подождите. Сейчас я вам скажу. Авторская книга серии, значит, издательство, проект «Путь у многого делания». Москва 2015. Сейчас. Рекомендовано публикация издательства Советом Русской Православной Церкви. Ну, все, нормально. Словников Николай Михайлович. Я думаю, там плохого нету. Потому что иногда подделываются. Говорят, смотрел, там, считал, тот-то по благословению, а тот... Он говорит, я этого не говорил даже, а не под его именем. Павел говорит, не смущайтесь от послания, как бы нами посланного. То есть, это люди хитро распространяют свои материалы. Я вот, я печник, я делал печи. Ну, а другие-то там кое-как, так они стали ходить под моим именем. Дескать, мы из его бригады, и мы делаем. Их никто не нанимает, пьяниста. А люди говорят, так у соседа вы делали, а почему от вас другие? Я говорю, я никого не посылаю. У меня бригады нет, я один. Я сам работаю. То есть, это обман, может быть. И так же вот в книгах подпишут, а на самом деле там такое напишут. Надо смотреть. Так я не могу сказать. Я поэтому, думаю, у вас посоветуюсь, как бы это. Но мне больше нравятся все-таки ваши книги. У вас прям с объяснением все так четко, нормально, красиво все. Значит, дядя Игнатий, вы поделитесь, да, с информацией, как вам это самое, как сказать, финансы отправить, как, что, книги получили. Все переговорим. Когда я вам пошлю, вы прочитаете краткое содержание книг, посмотрите на цену, не торопитесь. Да, да, да. Я покажу, где они на сайте, и вы можете их просто посмотреть. Они в электронном виде стоят у меня. И тогда вы решитесь, какие нужны книги. Одна, две, десять или все тридцать восемь. Все зависит от средств. От средств. Потому что за границу посылать, это дорогое удовольствие. Да, да, да. Ну это понятно, конечно. И еще, дядя Игнатий, я вот в прошлом году, значит, бросил курить. Я раньше очень сильно курил, бросил это все. И вот у меня бывает уже целый год, как я не курю, иногда бывают у меня страсти по табакокурению. Как мне вот, если может есть какая-то молитва постоянно, чтобы молиться, как бы, чтобы... Это чисто сам человек должен, да, вот терпеть все доходить. Я понимаю, понимаешь, вот это мне даже непонятно тянуть. Верующий в Сына Божия не грешит. И лукавый к нему не прикасается, Яков говорит. Надо проверить первый шаг, рожденный свыше. У рожденного свыше у него все другое. Он ненавидит. Ему противный запах. Ему все отвратительно там в мире. Мир распят для меня. А если туда тянет, это неблагополучно. Ты наоборот мирских людей обходил. Вот я в прошлый раз говорил, ты бритый. Зачем бреешься? Зачем? Иконы, посмотри иконы. Ты же православный. Посмотри. Иконы все с бородами. Ну и так понятно. Христос что, бороду брил, что ли? Так вот, духовно. Нет. Это зависит от внутреннего состояния человека. Даже вожди, пролетариатах, Энгельсах, Марц. И то борода на все. Все эти обижали, да. Но я когда отче нас считаю молитву, у меня это сразу, вот это пристрастие к табаковому курению, моментально сразу это самое проходит. И начинаю книгу читать, как бы отвлекать, и все, короче. В общем, сразу это самое. Это неправильно. Дело в том, что у тебя должно быть сразу же отвращение к мирскому. Если ты обращенный, родился свыше, ты будешь с отвращением смотреть. Потому что это противно Богу. Курящий есть самоубийца. Самоубийца. Это тело, наш охрам. А ты его разрушаешь. Вот у меня в книге как раз о табакокурении все и написано. Сейчас я открою. Да, да, да. Ну вот такое дело. Так, еще что? Да, дядя Игнатий, хорошо, что вы сказали насчет рождения свыше. Вот как это понять? Вот понятие вот это рождение свыше. Как это? Ну вот, можно вот это объяснить. А вы зарядите в интернете, зарядите рождение свыше Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. У него определенно сказано. Я уже это объяснял многократно. Первое. Это признание себя погибшим грешником. Это первая ступень. Никакого извинения не ищи. Я погиб, я в аду должен быть. Как Пимен Великий говорит. Второе. Поверить, что возмездие за грех смерть, и за меня умер Христос, взял мои грехи. Уверовать Христа, впустить в свою жизнь. И дальше троекратное полное погружение от воды и духа родиться. Это завершающий момент рождения свыше. Тогда Господь дает новую жизнь мгновенно. Ты вот встал с колен, и ты будешь уже другой. А если этого нет, значит ничего и нет. А то, чтобы не курить, в табакерку леденцы кладут, чтобы конфетку сосать. Это все обман. Бывает, чтобы не пить, я уверовал, вшил себе ампулу, чтобы не тянуло. У тебя отвращение будет. Тебе не надо ничего этого делать. Ты иной. Ино бытие начинается. Дядя Игнатий, еще у меня вопрос. Вот я как-то заметил у вас, вы общались насчет святых, насчет мощей, все такое. У нас здесь есть святой Иван Русский, к нему очень много людей обращались и исцелялись. Как объясните, это исцеление от кого идет? Я как бы посмотрел у вас, что мощи нужно похоронить с достоинством, но все-таки люди исцеляются. От кого все-таки это исцеление идет? Прикасаются к мощам. У нас Иван Русский есть, очень много русских людей приезжают к нам и все свидетельствуют о том, что исцелились от болезни, от недугов всяких. И вот как вот все-таки... Если нужно. Если нужно. А люди идут, что фетиш, обязательно нужен предмет какой-то. То пояс Богородицы, то еще что-то, то благодатный огонь. А сегодня показывают, все это обман. Обман. Никакого благодатного... Раза-два, говорит, было ли еще, вот выступает даже там армянский священник и показывает, там зажигали руками. Там все, знаешь, говорить об этом не надо. Уже говорено не нами. Просто зарядить, и ты это увидишь. Ты молись Богу. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу тебя. Нигде повеления нет, чтобы обращались к мертвым людям. Нету. Но мы православные, мы знаем. Я каждый день молюсь всем святым. Я поминаю, примерно, 77 имен святых. И полночь утворятся и всех. Я прошу Бога. Я верю, я православный. Но что именно в этом все заключается, это неправильно. Самая правильная молитва, Ян Златовский говорит, когда ты молишься прямо к Богу. И самая лучшая молитва, когда ты сам молишься, они за тебя молятся. Все остальное только помощь в твоей молитве. Дядя Игнатий, еще последний вопрос к вам. У меня всегда вот как бы, как сказать, мучает этот вопрос. Я, конечно, верую, что Христос это воплощение Божества. Но иногда бывают такие вопросы, вот как-то вот люди и Бог, и Христос, как бы Бог, Сын Божий, как-то вот. Иногда бывает, как бы отдельно делают вот это. Вот как можно вот реально понять, что в действительности Христос это тот же Бог Авраама, Исаака и Якова, который явился нам в воплощении человеческом? Это все-таки как Сын есть Божий? Или, вот не могу понять, или Он Сыном считал плоть человеческую? Ладно, Женина, это все закончилось. Так, мы сейчас заканчиваем. Понять нельзя. Это тайна Святой Троицы, нераздельная и единосущная. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но сие три суть едины. Неслияно и нераздельно. Это значит, если... Это понять нельзя. Умом это не постигнуть. Верою. Дядя Игнатьев, это значит, если ты поклоняешься Богу, Христу, допустим, это одно и то же, да, Богу? Это одно и то же. Ты не думай, это Бог единый. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли. Вот, как верую считается, от Никео-Цареградского символа никуда. Никуда. Это основа основ для нас веры православной. И поэтому так, кому как... Ты говори, Господи Боже, помилуй меня ради Иисуса Христа, умершего за меня, который пролил за меня свою причистую кровь, искупил меня из бездны греха и вывел на гору спасения. Ты молись ему, чтобы тебе взойти на Голгофу в уме. Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в жестоких страданиях Христа истомил, как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Это поется. Дядя Игнатий, вот это самое. Я, конечно, впервые в жизни увидел, вот, именно как раз, вот, как раз вы пример подаете всем нам создание православной деревни, ребят, вот, кто идет к Богу. Дай Бог вам здоровья, дядя Игнатий, и всего хорошего и доброго. Хорошо, все, уходим. Дядя Игнатий, жду, значит, от вас на книгах. С Богом. Хорошо, все, спасибо большое, дядя Игнатий. Спасибо.